Доброго времени суток, друзья! Это Данилов Семен, у нас в студии Светлана Зиберт. На прошлой неделе мы анонсировали новость, мы говорили о том, что мы подаем в суд на Собянина и масочный режим. Мы тогда не раскрывали всех тонкостей этого дела, я потому что, наверное, в чем-то бы запутался. И как раз сегодня Светлана расскажет о том, как это будет происходить, какая помощь нам потребуется, и как вообще сейчас идет судебная практика в отношении масочного режима и не только. Всем добрый вечер! Ну, что я хочу сказать? К сожалению, анализ действующего законодательства, а особенно тех нормативно-правых актов, которые были приняты в ППХ на федеральном уровне, причем эти акты были приняты для того, чтобы узаконить те незаконные действия в регионах, в первую очередь в Москве, которые были приняты... Прости, пожалуйста, звучит «узаконить незаконные» – это как? Вот. Дело в том, что ранее федеральным законодательством не были предусмотрены полномочия такие широкие региональных властей по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Например, не были узаконены некие правила поведения, которые должны соблюдать граждане, поскольку правила поведения уже установлены правительством Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях. В данном случае спешно были приняты поправки в Федеральный закон о защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, где указано, что руководители регионов вправе принимать дополнительные правила поведения. То есть у нас на федеральном уровне просто устанавливаются правила поведения, а на региональном уровне у нас устанавливаются некие дополнительные правила поведения. Условно говоря, он говорит, слушайте, вот сейчас идет там 28-я волна чего-то там, и надо себя вести вот так по телевизору что-то. Просыпается условный мэр Томска и говорит, а у нас еще надо делать вот это. И у него теперь есть на это полномочия. Да, с учетом конкретной ситуации в конкретном регионе у нас региональные руководители получили право устанавливать дополнительные правила поведения. При этом никакой нормы в законе, чтобы эти дополнительные правила поведения, просто правила поведения каким-то образом обосновывались для населения, почему мы должны носить маски, почему мы должны носить перчатки. То есть перчаточный режим это, насколько я понимаю, изобретение московского мэра. Причаточный режим, поскольку Роспотребнадзор перчаток не требует. Роспотребнадзор говорит о том, что носите гигиенические маски в местах большого скопления людей. И Роспотребнадзор выпустил рекомендации. Данные рекомендации не являются обязательными, являются желательными для исполнения. И выполнение рекомендаций не имеет механизма государственного принуждения. Однако, мэр Москвы написал указ о том, что на территории Москвы все эти рекомендации носят обязательный характер. Сегодня велю всем ходить в оранжевых штанах и носить перчатки. И вот еще портрет Собянина левая сторона. Да, потому что у нас режим повышенной готовности. И мы считаем, что оранжевые штаны вас защищают от какой-то опасности. Например, может быть воздух какой-то не такой с сегодняшнего дня. И все. И ходите в оранжевых штанах. При этом у населения, ну, население даже никаким образом не разъясняет, почему мы должны носить оранжевые штаны. Разъясняют? Я тебе скажу, почему надо носить перчатки. Прямо есть еще, потому что если ты не носишь перчатки, с тебя штраф 5000. Какие тебе еще нужны доказательства? Ну, вот, наверное, для того, чтобы нас завтра не заставили всех носить оранжевые штаны, нужно все-таки у властей спрашивать, а почему мы должны делать то или другое. И в данном случае, что мы можем, ну, с чего мы, по крайней мере, должны начинать? Мы должны начинать с того, что использовать все законные методы для того, чтобы оспорить эти необоснованные решения. Мы ни в коем случае не являемся ковид-диссидентами. То есть мы не умаляем опасность этого вируса. Мы говорим следующее, что у нас есть сомнения в том, что те меры, которые принимают власти, а, как правило, это меры финансового характера, да, то есть придумываются какие-то странные правила, и эти правила нам навязывают под страхом того, что нас просто замучают штрафами. То есть если мы не будем выполнять эти правила, то мы постоянно будем платить, платить, платить и еще раз платить. Я не считаю, что это правильно. То есть, по-моему, это наше дело, что нам носить и как нам одеваться. Что касается масочного решима здесь, чем отличается? Дело в том, что здесь нам говорят, что если вы не будете носить маску, то вы можете создать опасность для окружающих. Вопрос, а каким образом я создаю опасность для окружающих? Тем, что я не надела маску, которая никаким образом не выполняет барьерной функции для вируса. Вот эти вопросы нам необходимо задать властям. Каким образом я защищаю себя, окружающих тем, что я должна в метро надеть перчатки, а потом эти перчатки, что я с ними должна сделать? Положить их в карман, а потом в другом месте в метро опять надеть эти перчатки? Что мне делать с этими перчатками? Или я должна менять перчатки каждые 10 минут? То есть я на одной станции где-то там за поручень взялась, потом я пришла на другую станцию, я уже должна в других перчатках быть, чтобы не создавать опасности для окружающих. То есть фактически эти так называемые средства индивидуальной защиты превращаются у нас наоборот в рассадник инфекции. Далее. Вот у меня, например, работает уборщица, которая по совместительству работает в жилищнике. И когда вот эта вся история ковидная началась, я у нее спросила, я говорю, Соня, скажите, пожалуйста, а вам одноразовые костюмы выдают на каждый день? Ведь если уборка происходит в подъездах, то каждый подъезд она должна убирать в новом костюме. Так вот, одноразовые костюмы им выдают один на неделю. И если костюм порвался, они должны обязательно его принести, чтобы ни в коем случае они его там где-то не продали, там кому-то не отдали и так далее. Это костюм неделька просто. У меня, да, костюм неделька. У меня вопрос, а может лучше все-таки одежду стирать? Почему мы используем из пластика вот эти одноразовые костюмы, то есть создаем сейчас там тонны мусора, десятки тысяч тонн мусора может быть, зарабатывают предприятия, которые производят эти средства индивидуальной защиты, и при этом совершенно очевидно, что если бы действительно эти все вирусы оседали бы на поверхности, то вот эти все меры по защите, так называемые, они стали бы еще, дали бы новый всплеск распространению этой инфекции. Потому что как это все реализовывается, как бросаются эти маски, как люди, естественно, поскольку нам никто этих одноразовых костюмов не дал, никто их не меняет надлежащим образом, то фактически власти этими мерами, наоборот, усугубляют ситуацию. Если она действительно настолько серьезна. И казалось бы, там, где надо тушить, жилищник подливает масло в огонь. Кстати, если вы зададите вопрос, и у нас будет комментариев 10 по поводу работы жилищника, мы сделаем отдельный выпуск, работе интереснейшей в московской местах. Смотри, мы уже неожиданно окунулись в жилищник, мы сейчас об этом поговорили. Ситуация. Вот, насколько я понимаю, ты сейчас суда пришла, и ровно перед, не так даже, ровно после того, как мы сделали выпуск о том, что мы идем в суд, Верховный суд, насколько я помню, вынес решение о том, что магазины теперь могут не допускать посетителей без перчаток и масок к покупкам. И это взбудоражило подписчиков, потому что они говорят, слушай, ну вот раньше достаточно было зайти, напомнить те законы, которые мы им посоветовали, и магазин должен был либо выдать маску, либо вот как закрыться, обслужить тебя в любом случае. И тут Верховный суд делает вот такой вот подарок. Или не подарок, или что это такое? Ну, Верховный суд сослался в своем решении на закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии, который обязывает всех, без исключения граждан и юридических лиц, соблюдать, ну, соответственные меры санитарные. И хотя вот эти меры, которые сейчас принимаются, они, конечно, к мерам по... Ну, они относятся к мерам по санитарно-эпидемиологическому благополучию, но все-таки, если речь идет о указах мэра, то это иная область, это как раз-то защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций. Вот, поэтому они сказали так, что вот в совокупности этих норм мы можем сказать, что вот можно отказать на покупателю такому в обслуживании. Ну, то есть, грубо говоря, если покупатель не исполняет свои обязанности, то можно и ему отказать в выполнении своих обязанностей, поскольку он создает, опять же, опасность для окружающих. Но, собственно говоря, какое-то вот правовое обоснование со ссылкой на конкретную норму закона данное решение Верховного Суда не содержит. Ну, вот, судя по последним событиям, начиная с марта, вот у меня вообще создается такое впечатление, что у нас федеральное законодательство скачет за московским. То есть, что у нас происходит? У нас сначала мэр пишет указ, который вступает в действие сразу практически, ну, его быстро публикуют, поэтому он быстро вступает в действие. И уже потом под эти указы выпускаются федеральные законы, которые предоставляют региональным властям соответствующие полномочия. Вот то, о чем я говорила, про дополнительные правила поведения. Никаких дополнительных правил поведения в законе до этого не было. И было сказано, что правила поведения устанавливает правительство. То есть, грубо говоря, есть некие правила поведения при чрезвычайной ситуации. Их установило правительство, как было раньше. И уже, когда возникает в каком-то регионе чрезвычайная ситуация, то уже региональные власти говорят, что теперь мы с вами выполняем правила поведения. Здесь Собянину, а соответственно и другим губернаторам, дали право устанавливать уже, как я сказала, свои новые нормы. То же самое, например, с компетенцией органов по составлению протоколов административных правонарушениях, которые касаются области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций. То есть это так называется отрасльправа, чтобы люди понимали. В частности, допустим, этим может заниматься инспекция по контролю за объектами нежилого фонда. Не хочу, конечно, перегружать такими юридическими подробностями, но дело в том, что федеральное законодательство предусматривает, что компетенцию органов государственной власти устанавливает либо федеральный закон, либо закон субъекта Российской Федерации. Но у нас почему-то на московском уровне компетенция органов государственной власти устанавливается указанным. Ну, может быть, он так в оперативном режиме заполняет лакуну? То есть давно пора было это сделать, и Собянин тут... Нет, это делать не пора, потому что все-таки у нас здесь в Москве не самодержавие, мы выбирали мэра, а не царя. Поэтому я думаю, что нужно все-таки оставаться в рамках того федерального законодательства, которое существует, и которое говорит, что создают органы государственной власти, а на уровне субъекта Российской Федерации это тоже органы государственной власти, президент формирует органы государственной власти на федеральном уровне, на региональных уровнях формирует руководитель региона. А вот уже компетенции этих органов должны быть установлены законом. То есть пройти определенную процедуру принятия. Вот в данном случае у нас этого не произошло. То есть у нас мэр Собянин написал указ, которым предоставил определенным органам власти право составлять протоколы об административных правонарушениях. И потом у нас Верховный суд выпускает обзор, в котором отвечает на вопрос, кто может составлять протоколы об административных правонарушениях по статье 20.16, по-моему, или наоборот 26.1. И в этом обзоре написано, например, указом мэра предусмотрены полномочия таких-то органов составлять протоколы. То есть у нас даже Верховный суд не обращает внимания на явное нарушение федерального законодательства, на явное несоответствие вот этих указов с федеральным законодательством. Но на самом деле такие коллизии возникают очень часто. Но на это мало кто обращает внимания. То есть у нас в регионах каждый делает то, что он хочет. И есть определенная компетенция федеральных властей. Если это вопросы какие-то, может быть, которые касаются таких вещей, которые явно в компетенции федерации, а есть совместное видение. Вот то, что касается совместного видения, вот здесь очень много вот таких вот коллизий. И, к сожалению, федеральные власти этим вопросом не занимаются, а наоборот. Вот у меня такое впечатление, что они подтягиваются. Просто подтягиваются к региональным властям. Причем у нас на федеральном уровне принят, как мы все помним, закон об эксперименте с нашими персональными данными, о правовом эксперименте. Ох, да. Да, и при этом Москва такой пилотный регион, где мы фактически на основании федерального закона обладаем полной властью над нашими персональными данными. Ну, он такой он. Русский гугл делает из Москвы. Говорят об искусственном интеллекте, а на самом деле речь идет только о наших персональных данных. Дальше? Я не очень понимаю. Смотри, мы сейчас вернемся в законодательство. Что значит вот эта фраза? Говорят об искусственном интеллекте, а идет речь о нашей... Эти же данные составляют из себя какие-то базы данных. Там что-то как-то работает, магия происходит. Дело в том, что никаких федеральных законов для того, чтобы какие-то внедрять новые технологии, ну, нет препятствий в федеральном законодательстве. А препятствие одно. То, что все, что они собирают и все, что они хотят обрабатывать без ограничений и в том числе отчуждать, это наша с вами жизнь. Сейчас этот процесс легализуют. То есть эти персональные данные наши можно будет в недалеком будущем использовать для того, чтобы, например, привлекать нас к административным ответом. Это уже используется. То есть у нас система распознавания лиц уже используется для того, чтобы ловить нарушителей, например, по КОАПу. И это вызывает большое беспокойство. Почему? Потому что, ну, как говорил еще Карл Мартс, да, что право есть возведенное в закон воли господствующего класса. И в данном случае чем занимается у нас власть? Власть принимает законы, которые помогают подавлять в зародыше любое недовольство. Так может и хорошо сейчас по КОАПу при помощи камер переловят все хулиганьезно. Уркаганов всех к ответу. Просыпаемся с тобой в прекрасной светлой Москве будущего. К сожалению, вот, к сожалению, хулиганьеты как раз и не ловят. К сожалению, эти технологии, которые сами по себе не являются ни хорошими, ни плохими, так же, как кухонный нож не является ни хорошим, ни плохим, да, это просто инструмент. Так вот, эти цифровые технологии, которые, безусловно, нужны, и которые, безусловно, помогают, ну, сегодня это действительно большой прогресс достигнут в этой области, так вот, их используют не для поимки преступников. Их используют не для того, чтобы защищать наши с вами права, а их, к сожалению, используют и в первую очередь для контроля над нами. То есть нам сначала сказали, что все, эпидемия, нельзя на митинги ходить. И человек, ну, при этом, почему-то, эпидемия не коснулась Госдумы, которая, как бешеный принтер, напечатала много-много-много сразу в этот период законов, которые ограничивают наши права. При этом выйти на митинг мы не смогли, потому что эпидемия. То есть вот... И московские стройки не остановили. И московские стройки никто не остановил. В период, когда так дорога, каждая копейка города на ВДНХ, привет Кириллу, привет всем ребятам из района Останкино, строят беспрецедентное, величайшее в Европе колесо солнца Москвы. Вот. Отлично. Шикарная вещь. Только интересно, для кого? Для кого, да. Потому что я так чувствую, что если все это будет дальше продолжаться, то уже в Москве никого не останется. Если я сейчас перестану шутить, то получается у нас есть страшенная ситуация. Знаешь, такая, когда из каждого утюга, и мы с тобой начали с этого, нам говорят, что, друзья, надо добиваться своего, мирными протестами по закону, и не нужны нам никакие революции, эволюция, путь нашего развития. И мы с тобой, собственно, с этим согласны. Да, да, да. С другой стороны, вот буквально с другой стороны, получается, что закон подгоняется, как туфли, сейчас мы переделаем, а потом вот в эти же собянинские тапочки пытаются обуть всю страну. Так уже обули. И тут появляется Светлана Зибер, прекрасный зоозащитник, который говорит, а мы с вами в суде потягаемся. Я говорю, а как мы с ними в суде потягаемся? И подписчики задают этот вопрос, как, Свет, мы с ними будем тягаться в суде, если в Солнце всходит и заходит по велению моему. Как мы это будем делать? Расскажи, что вообще мы можем с этим поделать? И можем ли? Может, мы сейчас выключим камеру, свет, голос из зала, и просто разойдемся в поле, пока нас всех не накрыли. Практика показывает, что когда сама проблема вытаскивается в информационное пространство, то власти все-таки начинают какой-то диалог, идти на уступки. Потому что недовольство, оно никому не нужно. И в данном случае для того, чтобы бороться, нужно показать, во-первых, что мы этим недовольны. Мы не выбирали себе царя. Мы выбирали себе там... Градоначальника, мэра. Градоначальника, мэра, должностных лиц мы выбираем, мы их нанимаем. Мы им не говорим, приходите и правьте нами. Мы говорим, выполняйте функции, которые на вас возложены. А получается, что власть немножко неправильно понимает свои функции. Власть не должна работать на подавление. А в данном случае включается очень мощный репрессивный аппарат. Но все-таки некие механизмы в законе у нас еще остались. Это в первую очередь судебная процедура оспаривания незаконных действий должностных лиц. И это может быть как обычный полицейский, который вас незаконно задержал, так это может быть игра на начале. Поэтому нужно, во-первых, разобраться в ситуации, найти законные основания для того, чтобы оспорить. Еще раз говорю, это действительно вопрос непростой, но мы пойдем с вами в суды. Даже если мы получим отрицательные решения, то мы с этими отрицательными решениями можем уже выходить и говорить, Уважаемой власти, вот эти решения, они неправильные, несправедливые, они абсурдные. Значит, с этим нужно что-то делать. И чем больше народу скажет, что с этим нужно что-то делать, тем быстрее власть начнет с этим что-то делать. Вот я за что всегда хвалю Сергея Семеновича. Я смотрю на карту Москвы, на карту метро Москвы. Я помню вот эту карту, которая еще с советских времен, вот это количество станций. И я вижу потрясающее количество станций метро, которые открылись. Я вижу вот эти автобусные маршруты, я обожаю ездить вверхом на маршрутах, на электробусах. Но я готов к этим автобусам и маршрутам, но я не готов, что к этому мне надо носить маску, бесполезную, перчатки, которые вот... То есть мне кажется, мне пытаются пропихнуть. Вы знаете, всегда будет еще хуже, но вот этот вот все строит, давайте-ка ему заплатим вот эту личную дань. Потому что многие говорят, что перчатки и маски это персональная инициатива Сергея Семеновича. Особенно перчатки там. Как их не пытались обосновать, никто так и не смог. Кстати, друзья, у нас с вами в течение месяца выйдет выпуск обязательно, с которым мы со Светланой будем разбирать те самые рекомендации ВОЗ. Там все гораздо смешнее и страшнее, чем вот мы с вами. Потому что мы никогда бы не могли подумать, что те рекомендации ВОЗ, те самые, по которым у нас строится вот весь этот абсурд, они вовсе не о том, не про то. И в общем это напишите, если нужно, мы сделаем такой выпуск. Так вот, с чего мы начали, я говорю, смотри, мне под видом транспортной реформы продают все, что делает Собянин. Жилищник, перчатки, маски, вечно молодую столичную плитку, которую, кстати, я уже предлагаю, вы ее снимаете когда, вы ее хотя бы в Брянск условной продавайте. Она же хуже-то не стала за те 30 дней, что она тут лежит. И вот эта история, ты говоришь, надо массово подавать, власть увидит, что что-то происходит, а так, а что, мы заплатим госпошлину, власть скажет, смотрите, 3 тысячи дел было подано, все три мы отказали, как бы, и вот мы на своем стоим, строго, сурово. Как нам с этим быть? Я думаю так, для начала нужно использовать все законные методы. Я соглашусь с тем, что новые станции метро не повод лишать нас наших прав. Причем так оперативно, так бодренько и так нагленько. Мы свою свободу, ну, не променяем на этот комфорт, который за наши же деньги. Давайте все-таки говорить о том, что метро строится не на деньги Сергея Семеновича. Это наши с вами деньги. И то, как распоряжаются нашими с вами деньгами, должны решать люди. Вот надо нам новая станция метро. Да, все, большое спасибо. Нужны нам камеры высокого разрешения на станциях метро, чтобы за нами следить? Мне не нужны. Тебе нужны? Я блогер, я люблю, когда меня снимают. Ну, вот мне не нравится. Одна пусть будет, далеко. Я буду просто подходить, оплачивать. Мне не нравится, что на каждой станции метро, около каждого турникета поставили камеры. То есть, все-таки власть не должна забывать, что делегировать народ, что бы там ни рассказывали. Единственным источником власти, так, кстати, в Конституции сказано, является народ Российской Федерации. Поэтому, когда какие-то принимаются решения, нужно у народа спрашивать. А вот если у нас суды, органы исполнительной власти, органы законодательной власти не хотят прислушиваться к народу, народу необходимо ставить вопрос о легитимности этой власти. То есть, сначала давайте поймем, готова ли власть все-таки одуматься и принять какие-то, ну, действительно, здравые решения. А здравые решения у нас есть. Я не хочу полностью там говорить плохо, да, о нашей власти. Есть действительно разумные решения, которые принимаются, когда общество ставит какие-то вопросы, и действительно, порой бывает вполне адекватный, нормальный ответ. Нет, можно много примеров приводить, но то, что происходит сейчас, это ненормально, и это нужно пресекать. Потому что, если нам говорят, что мы должны что-то делать, мы должны понимать, для чего мы должны это делать. Для чего и на каком основании. И на каком основании. То есть, для того, чтобы в бюджет собрали побольше денег за то, что мы не носим маски. Или все-таки для защиты нашего здоровья. Если для защиты нашего здоровья, то покажите нам, пожалуйста, основания и исследования, что это защищает наше здоровье. Хотите причинить нам добро, объясните, как именно оно будет причинено. Да, да. Суды отказывают. Мы подаем несколько коллективных исков. Немножко расскажи о механизме, той схеме, которую мы сейчас выстраиваем. Потому что люди пишут, вот буквально комментарий. Я с вами, что мне делать? Куда слать данные? Какого плана люди нам нужны, хотя нам нужны все, подписывайтесь на канал обязательно прямо сейчас. Что делать человеку, который посмотрит это видео и в той или иной мере захочет с нами этим делом заняться? Несмотря на весь тот абсурд и противодействие, которое вот сейчас будут, точно будут против нас использованы. Конечно. Во-первых, если вы духовно с нами, покажите это делом. То есть пришлите свои данные и согласитесь стать административным исцом. Никаких репрессий со стороны государства не будет, потому что это полностью законный путь, и вы таким образом реализовываете свое право на судебную защиту. То есть здесь не надо бояться. То есть ничего плохого мы не делаем. Мы просто ставим вопрос о соответствии указов мэра нормам федерального законодательства. То есть механизм следующий. У нас есть федеральный закон и есть закон субъекта Российской Федерации. Вот мы должны установить соответствие между федеральным законом и нормативным актом в данном случае под законом. То есть указом мэра определенным, который нас обязывает делать то, то и то. Так вот, если суд согласится с нашими доводами о том, что есть несоответствие, этот нормативный акт, который издал мэр, не будет считаться действующим. Маленькая реплика. Каждый вечер, когда мы записываем видео, вот тут на трешке слышат вот эти мигалки, крякалки. И это все происходит в одно и то же время. Вот во время, когда мы пишем видео в 7 часов, в 7-8. Я одного не могу понять. Да, как вы пытаетесь руководить многомиллионной страной, объяснить там что-то, если вы даже вопросы собственного перемещения без мигалок и крякалок на третьем транспорте не в состоянии решить. Потому что я вот каждый вечер, это происходит каждый день на протяжении нескольких месяцев. Ну да ладно, то есть с заявителями понятно. Ребят, кто готов выступить административным заявителем, пишите, передам Светлане ваши контакты. Все наши действия публично, они происходят не только здесь, но и в наших социальных сетях. Нам еще нужны эксперты. Да, нам нужны эксперты. Ну, в первую очередь, это специалисты, которые что-то понимают в болезнях и в том, как они распространяются. Я имею в виду эпидемиологи. Вот такие эксперты нам очень нужны, потому что мы, как не специалисты, не можем обосновать абсурдность этих мер, просто потому что мы не обладаем специальными знаниями. Поэтому, если вы обладаете специальными знаниями в этой области, то, пожалуйста, присоединяйтесь к нам, для того, чтобы вы могли дать суду свою экспертную оценку. Ну, в данном случае, профессиональный статус специалиста. То есть мы можем пригласить специалистов, и если суд посчитает возможным их допросить в суде, чтобы они высказали свое мнение по поводу адекватности принимаемых мер, то, в данном случае, вы сможете выступить в суде и рассказать свою точку зрения. Друзья, я понимаю, что история непроста, ровно как и все, что сейчас происходит. Это надо будет предоставлять данные. Мы опубликуем контактную почту, мою контактную почту Светланы. Но, так как с вашей данной точно знает московская власть, а нам нужны они, ровно зачем же, для чего они и нужны вам, для того, чтобы быть, как это сказать, не более свободным, а для того, чтобы, помните, в матрице вот этот момент, для того, чтобы доказать, что вы еще живы, вот оттуда, откуда мы существуем. Да, очень важно. То нам нужны эксперты-вирусологи. Если у вас есть эксперт-вирусолог, напишите мне на фейсбуке, напишите мне в комментарии к этому видео. Потому что, да, опять же, вы мне присылали фамилии каких-то прекрасных людей, которым уже было отказано, и я вам уже на это отвечал. А мы попробуем еще раз. Я напомню, что у нас страна непрецедентного права, но прецеденты создавать надо. И ровно за таким прецедентом мы со Светланой идем в суд. Кстати, я знаю, что ты вот вернулась сейчас из суда, из московского, и там все не так хорошо, как мы думали. Да, к сожалению, московский городской суд оставил в силе решение суда, которое было связано с проверкой индивидуального предпринимателя. Ну, проще говоря, предпринимателя оштрафовали за отсутствие разметки в парикмахерстве. Кстати, те, кто досмотрит или дослушает это видео, мы его выложим еще в формате подкаста, тот узнает, что надо делать, когда на территорию приходит Роспотребнадзор с проверкой суд. Ну, и не только, Роспотребнадзор. Так. Любой проверяющий орган, который сейчас в обилии ходит и проверяет выполнение вами вот этих вот мер. Но сперва про суд, который был. Какова сейчас судебная практика в столице, что происходит? Практика разная. Есть ситуации, когда составленные протоколы возвращают органу, составившему протокол. В нашем случае этого не произошло. Суд первой инстанции принял решение оштрафовать предпринимателя, несмотря на то, что это субъект малого-среднего предпринимательства. И суд мог, даже посчитав его виновным, ограничиться предупреждением. По крайней мере, об этом говорил Верховный суд. Это не связано было с вот этим пандемическим законодательством. Но, собственно говоря, законодательство, оно одинаковое для любых случаев. То есть достаточно было ограничиться предупреждением. Но, как я понимаю, смысл всех этих проверок в том, чтобы собрать побольше с предпринимателей денег. Никого не интересуют, собственно говоря, эти разметки. Интересуют собрать побольше денег, потому что в противном случае они бы действовали по-другому. Как посмотрел суд второй инстанции? Он оставил в силе решение суда первой инстанции. Мотивировал следующее. Что кодекс об административных правонарушениях предусматривает в качестве основания для составления протокола о том, что ты что-то нарушил. Когда компетентные органы непосредственно обнаружили признаки административного правонарушения. То есть пришли и увидели. Пришли и увидели. В то же время у нас есть 284 закон о защите прав юридических лиц и предпринимателей при проведении проверок. Так. Который запрещает контролирующим органам проводить проверки без согласования прокуратуры. То есть контролирующие органы могут к вам прийти, но если у них нет бумажки от прокурора, это значит, что проводится так называемый контроль без взаимодействия с проверяемыми лицами. Говоря проще, они просто ходят, смотрят и могут вам дать что-то вроде консультации. То есть они вам направляют предостережение о том, что необходимо выполнять такие-то нормы законов. Ваш шнурочек развязался сейчас, ну поймите более. Да, 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 завяжите, пожалуйста. Вот так должны поступать контролирующие органы. Получается, у вас шнурочек не завязан, связь пять тысяч. Это как-то есть небольшая разница. Это нарушение прямого федерального закона, который был принят как раз-то для того, чтобы ослабить вот этот многолетний административный рэкет в отношении бизнеса. И было очень много сделано в этой сфере. Здесь нужно отдать должное федеральным властям, которые приняли, во-первых, специальный закон, потом соответствующие лазейки закрывали для органов государственной власти на местах, да, для того, чтобы они перестали обелечивать бизнес вот таким образом. Сегодня, в период пандемии, так называемой, к этой практике вернулись. Ну все, пошлили, нехорош. Да, 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 и суды начали опять штрафовать предпринимателей. Вот смотри, как сейчас, что получается. То есть, когда, может так и нужно, может пока над нашей Родиной и мир, как бы мы вам и вот это ослабим, и вот тут вот так, а тут, знаете, а сейчас война. Многие там, Соловьев как-то сидел, помню этот эфир, у него такие, хорошее лицо такое большое. Он говорит, а вот вы представьте, вот вы сейчас сидите, скулите, ведь война в стране. И вот под этими обстрелами надо говорить, что делает, надо делать, что вам говорят. И в принципе, вот в таких условиях, в боевых действиях ты думаешь, что может так и надо. Да может и как бы и закрыли эти лазейки, и закрыли. Но тут есть другой вопрос. И мы с тобой так потихоньку стали ковырять, войны вроде нет. Вот в чем беда. Кстати, очень интересная ситуация. Посмотрите, чрезвычайной ситуации у нас так и не объявили. То есть мы уже 9 месяцев фактически живем в режиме некой повышенной готовности. Что вот-вот-вот-вот-вот-вот у нас сейчас может начаться чрезвычайная ситуация. А Новый год сейчас будет уже. Да, Новый год уже будет. То есть 9 месяцев мы живем вот в этой странной реальности, когда чрезвычайной ситуации нет, поэтому денег нам нет, средств индивидуальной защиты нам нет. Но при этом нас со всех сторон обложили какими-то странными правилами, которые если мы не соблюдаем, давайте денежки сюда. То есть совершенно абсурдная ситуация. То есть если мы живем в чрезвычайной ситуации в военном положении, так и ведите сами себя так, как будто военное положение. А получается так, что с нас требуют, а с себя любую ответственность снимают. Я только что захотел стать мэром Москвы, я вот понял, для чего мы это все делаем. Очень хорошая работа. Прекрасная работа. Прекрасная работа, можно делать, что хочешь, и ничего тебе за это не будет. Красота. Можно как угодно нарушать федеральное законодательство. У меня один вопрос. Для чего принимался 284 ФЗ, если его можно легко нарушать, и суды будут говорить, что все было правильно. Вот сегодня нам суд сказал, что все было правильно, но вы когда жаловаться будете, вы так меня особо в жалобе не ругайте, пожалуйста. То есть судьи при вынесении решения говорят, что я все понимаю. Да. Ну, а кто может? Только мы с тобой можем. И вот те люди, которые нам... Я думаю, что могут многие. Просто нужно проявить какую-то гражданскую ответственность и инициативу. И в данном случае, ну, вот у меня иногда, вот я смотрю на все это, да, у меня возникает вопрос, насколько терпелив наш народ. Насколько терпеливы наши бизнесмены, которые достают деньги последние, платят, закладывают последние активы банкам. Ведь сейчас вот эта волна банкротств, которые последуют, это же просто банки разберут все эти разорившиеся рестораны, разорившиеся предприятия за бесценок. То есть что еще нужно сделать с нашими предпринимателями, с нашим народом, чтобы люди в конце концов вспомнили, что у них есть права. Гарантированные нам конституции, в которой мы недавно приняли поправки и проголосовали, многие из нас проголосовали за эти поправки. И никто еще не отменял наши с вами права на свободу передвижения, на свободу своей частной жизни, на тайну переписки, на тайну личной, семейной жизни. Но сегодня при наличии действующей конституции, при наличии федерального законодательства, у нас региональные власти, но не только региональные власти, федеральные власти, вот так просто говорят. А мы сейчас будем у вас эти права отнимать. Даже не так, знаешь, как я это все вижу, говорят, слушайте, ну как бы пожар, пожар, значит, вы можете все сгореть, и некоторые уже сгорели, и сейчас мы его будем тушить, а я пока продам вам воду. Причем не факт, что воду, в общем, я не знаю, как я буду этим тушить, но все, кто у меня это не купит, выложите мне по 5000 рублей. Это такая глобальная, извращенная, огромная визуализация поговорки, кому война, кому мать родная, потому что никто не похудел, кортежи как ездят, так и ездят, мы сейчас слышали, но вместе с тем мы должны что-то соблюдать. Это я понял. Ребят, нам нужны заявители, нам нужны эксперты, если у вас есть друг-эксперт, обязательно напишите нам об этом. И вот теперь, знаете, как любимая часть видео, как это я говорю, вишенка на торт, марципан в пироженку, вот к вам заходит проверяющая организация, так как у нас сейчас вдруг главная организация в стране по правилам, она же Роспотребнадзор, то есть российская там организация, которая контролирует потребление. Я вот, вот даже на уровне слова смешно, потребление ковида, масок, чего там, еды в ресторане, к вам приходит Роспотребнадзор. Что вам делать? Три простых вот совета действующего юриста, потому что да, понятно, суд может, как вот, знаете, как мы обсуждали это за кадром, заходит проверяющий, ну ровно как вас КИБДДшник тормозит, и он сразу видит, кто готов, кто не готов. Иногда ему проще вас отпустить, понимая, что это будет самое сложное, имеющее максимально юридически-медийные последствия, деньги в его жизни. И он остановит лучше кого-то другого, у кого и правда будет нарушение, оштрафую, чем он свяжется с вами? Вот, дай нам таких три совета. Ну, первый совет, конечно, по возможности старайтесь хотя бы формально соблюдать те требования, которые предъявляются. Ну, вот, сделайте в эту разметку, нанесите в местах общего пользования вот эту разметку с помощью скотча. Поставьте антисептик, самый недорогой купите, поставьте на видном месте у входа, чтобы все, кто к вам заходит, могли пользоваться. Требование Роспотребнадзора, ну не только Роспотребнадзора, в том, чтобы, опять же, в местах... Они же рекомендации там... Они же... Ну, дело в том, что, опять же, в регионах эти рекомендации стали обязательными. Поэтому, когда речь идет просто о выполнении рекомендаций Роспотребнадзора, все-таки нужно указывать на то, что это всего лишь рекомендации. Их надо соблюдать, но это рекомендации. То, что касается... Вот именно случаев, когда эти рекомендации носят обязательный характер. В частности, ну вот, к сожалению, пока мы это ничего не оспорили, мы ничего не получили положительного решения. Поэтому нужно, чтобы хотя бы видимость была того, что вы это соблюдаете. Значит, должна быть... Должен быть определенный запас детсредств. И посетители в местах общего пользования должны быть в масках. То есть, ну вот... Ну, к сожалению, оно так. Поэтому, если к вам пришли проверяющие, и у вас этого нет, то что вам остается? Вам остается только сказать, что действия, которые они совершают, незаконные, если вам не предъявили бумажку от прокуратуры, что в отношении вас проводится проверка. Если речь идет о так называемом контроле без взаимодействия, о чем я уже говорила, без взаимодействия с проверяемым лицом, то есть, это значит, что у проверяющего нет согласования прокуратуры и нет постановления на проведение этой внеплановой проверки. Кстати, эта проверка, если в отношении вас производится либо плановая, либо внеплановая, она должна быть в реестре проверки. То есть, если ее нет, значит проверка проводится незаконно. Как проверить? Вот он пришел, говорит, все, внимание, проверка. Я что, говорю, покажи мне бумагу из прокуратуры, как она правильно называется? Да, покажите мне постановление на проведение проверки, покажите мне согласование с прокуратурой. Они скажут, мы не должны иметь этой бумажки, поскольку мы проводим контроль без взаимодействия с проверяемым лицом. Тогда вы должны указать этому проверяющему на то, что в таком случае привлечение к ответственности вас исключается. Хотя, вот, к сожалению, есть отрицательная практика, но все-таки закон, мы говорим сейчас о том, как по закону. Закон говорит о том, что нельзя привлекать предпринимателя к ответственности без акта проверки. То есть, поскольку проверки в вашем отношении нет, то и акта проверки быть не может. А контроль без взаимодействия недопустим в отношении конкретного юридического лица или индивидуального предпринимателя. Поэтому единственное, что вы можете, раз уж вас так застали врасплох при совершении, ну, согласно действующему законодательству, правонарушения, это указать проверяющий на то, что он тоже нарушает. И нарушает грубо. И более того, вы это все фиксируете на средства видеофиксации. Обязательно. Все незаконные действия, все слова, все, что этот человек будет говорить вам в ответ, вы должны фиксировать на видео. При этом, если проверяющий скажет, меня нельзя снимать, то это абсолютная глупость, поскольку вы его снимаете не у него в ванной. Значит, смотрите, ребят, что я понял. Заходит к вам на территорию проверка. Первое, что надо делать, так как у вас довольно серьезная сумма штрафа вам. Очень серьезная сумма. Корячится, надо сделать первое. Первое, надо всегда ждать их на готове со средствами видеофиксации. Как я говорю, заряженный телефон, камеры наблюдения, которые пишут звук. Того, что происходит, это должно быть. Второе, что у вас должно быть, это вы должны истребовать у проверяющих бумагу из прокуратуры. В которой, да, сегодня такого числа, у нас есть разнарядка, прийти проверить. Да, согласование. То есть, эта проверка должна быть согласована. Третья история, что в согласовании на проверку должен был быть указан ровно тот сотрудник, которому прокуратура согласовала. Это важный момент, мне тут его подсказали. Что часто прокуратура выписывает согласование одним работником, а на месте у вас оказываются другие. Ну, пора жарко. В данном случае полномочия, да. То есть, сотрудник, который к вам пришел проверять, должен подтвердить свои полномочия. Что, условно, если в бумаге на проверку написан я, придет Светлана, это очень приятный факт, но проверять вас все-таки должен я. Все вот это вы фиксируете и максимально обозначаете свою позицию проверяющему. Ну, здесь, кстати, нужно такое маленькое дополнение, что если к вам придут с проверкой внеплановой, то вас предупредят за сутки. То есть, если это действительно проверка, то никто просто так к вам не придет. Ну, это как уже в Одессе. Здравствуйте, Шо, мы придем вас завтра проверять. Да, да. Вот именно так закон и предусматривает. То есть, вообще, сама проверка, она не преследует цели вас оштрафовать, поймать или еще что-то, да. Да, привлечь к ответственности. Проверка, она предусматривает, ну, по крайней мере, как это сделано было много лет назад и был принят специальный федеральный закон, она помогает вам устранить имеющееся нарушение. То есть, поэтому вас предупреждают за сутки, что придут проверять то-то, то-то и то-то. И вы имеете возможность хотя бы вот этот день подготовиться к проведению этой проверки, там, найти документы, там, что-то, может быть, сделать то, что вы еще не сделали. Вот таким образом закон защищает предпринимателей. Поэтому, если к вам пришли внезапно, то, скорее всего, речь о проверке не идет. И в данном случае, опять же, возвращаемся к второму совету, да, то есть вы должны четко изложить свою позицию, что эти действия незаконны. Опять же, какие действия незаконны? Если в отношении, если вас приглашают в этот орган компетентный, да, ну, будем говорить, там, орган государственной власти для составления протокола. То есть вот эти действия являются незаконны, потому что прийти посмотреть они могут, поговорить с вами они могут, но на основании того, что они увидели просто, они не имеют права вас привлекать к ответственности. Они вам могут направить предостережение о необходимости выполнения соответствующих норм действующего законодательства. Сейчас я хочу передать Сергею Собянину, как говорила моя бабушка, но Семеновича, он сегодня не заслужил. Сергею Собянину, Попову и Голикову, всем вот этим людям, которые сегодня немножко забыли, что происходит и как оно должно происходить. Каждый раз, когда вы требуете от нас соблюдения закона, и это хорошее требование, вы забываете соблюдать его сами. По какой-то причине, вместо того, чтобы приходить и помогать, первые лица страны говорят, что наиважнейшим критерием для нас является показатель экономики. Вы эту самую экономику в простой и примитивной форме убиваете штрафами, как ни странно, масками, перчатками, любым вашим вот этим самодурством. Потому что я вижу, вот в этой простой, незамысловатой теме, объяснить мне, что без перчаток я должен вам 5000 рублей, в перчатках я должен вам 5000 рублей, потому что я без маски. Вы забываете, для чего это все создано. Осознанно это, ребята, все, к кому я обратился, для того, чтобы народу Российской Федерации чуть-чуть получше жилось. И все, что вы делаете под прикрытием того, что вы нас защищаете, однажды вам аутнется. Я, когда готовился к эфиру, общался с одним политологом, он говорит, ты знаешь, сейчас будут перевыборы мэра, и он так торопится названный царь, потому что он либо туда пойдет, либо туда. Как у нас говорят, от тюрьмы и от сумы не зарекайся. И городоначальник Собянин может войти в историю, как человек, который расширил Москву, провел ряд реформ, сделал реновацию, много каких-то спорных, но необходимых вещей. А может войти, как Сергей Сугробович, который попытался всей Москве навелить перчатки, менял бордюры и поребрик раз в 15 дней, и который пытался изменить законодательство под себя. И вам, Сергей Собянин, решать, каким мы вас запомним. Я напомню о том, что нам нужны представители для коллективного иска. Пишите их в почту, которую мы оставим под этим роликом и в описании подкаста. У нас сегодня в гостях была Светлана Зиберт, московский юрист-защитник. Я Семен Данилов, это канал «На самом деле». Если вы по какой-то причине досмотрели и не подписались, нажмите прямо сейчас. Обязательно увидимся, нас ждет интереснейший сезон. До встречи. До новых встреч.